Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастро-канале «Сладкий персик». Там за кадром сидит Женя. Привет! Сегодня у нас 6 августа, сладкие новости, мы начинаем! Россиян предупредили о самом опасном месте для покупки арбуза. И это, конечно же, придорожные точки продаж на трассах, около магазинов и так далее. Ну вот, знаете, иногда около супермаркетов продают вот эти вот машины. Вот там покупать на самом деле опасно. Потому что у таких продавцов обычно нет разрешений и документов на товар. И таким арбузом можно отравиться. Женя, кстати, у нас в детстве отравился арбузом и 2 недели пролежал в инфекционке. И это не шутки. А потом еще 5 лет не ел арбузы вообще. Да, так что аккуратнее с этим. Точки продаж арбузов в Идынь в Подмосковье отметят на Яндекс.Картах. Раньше мы в соседнюю деревню ездили с Атласом, помните, да? А сейчас можно выбрать в телефоне киоск, в котором хочешь купить арбуз и проложить до него маршрут пешком на машине, на автобусе, в общем, как угодно. Это же очень круто. И мне интересно почитать отзывы на этих продавцов, потому что это всегда очень смешно. Черешню по 400, вобла по полторы. Туристы поразили цены на рынке в Анапе. Ну, туристы пожаловались на высокие цены на курорте в раздар сезона. Тут удивляться, мне кажется, нечему. Это же рынок. Просто нужно знать правильные места и правильных продавцов. У нас в Поболжье иногда дешевле купить какие-то ягоды или фрукты в супермаркете, чем на рынке. Глава Минфина США наелась в Китае, вызывающих галлюцинации грибов. Глава Минфина, министр финансов США Джанет Йеллин, была недавно свидетельцем в Китае. И в ресторане местной кухни заказала 4 порции диких грибов разновидности ланмуа азиатика, которые вызывают галлюцинации. Сказала, что ей было вкусно. А что было дальше, неизвестно. Главное, чтобы она не принимала никаких... Наркотиков других, да? Больше. Нет, я хотел сказать, чтобы главное, она не принимала никаких стратегических финансовых решений. Но с другой стороны, нам-то это будет наоборот на руку. У нас будет галлюциногенный доллар. У них будет галлюциногенный доллар. Мы его будем так называть. Производство оливкового масла резко снизится из-за аномальной жары. Самый крупный поставщик оливкового масла сейчас – это Греция. Там сейчас стоит аномальная жара, засуха, бушуют пожары. Ну, вы представляете, да? У нас примерно летом в некоторых районах то же самое творится. И от этого, конечно же, страдает урожай. Оливки в том числе. Грустно, но что поделать? Урожай падает, цены на него растут. Я вот, например, очень люблю оливковое масло. Его часто покупаю, особенно для заправки салатов. Поэтому я, конечно, погрустила. А вы какое масло больше любите? Риэлтор выпил молоко из холодильника собственника и дорого заплатил. Канадский риэлтор показывал дом своего клиента покупателям. И между показами вдруг решил открыть холодильник и попить молока прямо из бутылки. А потом, как ни в чем не бывало, поставил его обратно. Но он не знал, что в доме-то есть камеры. В итоге хозяйка это увидела. Теперь риэлтор ей должен по решению суда около полутора миллионов рублей. Но Кубани впервые проведут Черноморскую винную неделю. Фестиваль будет проходить во всем Краснодарском крае. А финал его пройдет в Новороссийске с 25 сентября по 1 октября. Вообще, у нас сейчас серьезно вделись за вино. Потому что мы можем его делать. И можем делать это хорошо. Было бы желание. Многие импортные вины сейчас подорожают, потому что новины из недружительных стран, например, повысили ввозные пошлины из 12,5 до 20%. Поэтому нужно делать свое. Я, например, пробовала как-то раз хорошее крымское белое вино. Мне очень понравилось. Голодные кабаны обокрали отдыхающих на пляже. Это случилось в Испании. Лежали себе люди, отдыхали на пляже. Причем, да, не на диком где-то пляже около леса, а на оборудованном пляже в курортной зоне. И тут 6 кабанов просто подошли и начали нагло рыться у них в сумках, пакетах и вообще залазить на шезлонги. Люди, конечно, испугались, потому что кабаны вообще-то очень опасные животные, особенно если их много, особенно если там есть дети. Но кабаны их тоже испугались и убежали. История со счастливым концом, но забавная. Веганские яйца – новый тренд этого года. Ну, сейчас модно, все безлактозное, безглютеновое, безвкусное и все такое. И новый тренд – это веганские яйца. До чего вообще дошли, да? Готовятся они из семян, бобов, капсового масла, куркумы и других ингредиентов. Кстати, правильно говорить именно куркума, а не куркума. Знаете? Ты знаешь? То есть яйца, получается, по сути, не яйца вовсе, а просто какой-то там веганский продукт, формы похожей на яйцо, видимо. Артемий Лебедев высмел покупающих изысканные корма домашним животным. В своем телеграм-канале он сказал, цитирую, «Когда собака рождается, она не в курсе, что ей нужно сбалансированное питание с витаминами. Вот всю жизнь жрал мышей и не кашлят». Ну, и люди раньше жрали сырое мясо, если уж на то пошло. Я опять-таки цитирую Артемию. Но какая у нас была продолжительность жизни? 30 лет жили, и сколько там меньше. А сейчас? Вот и с животными то же самое. У нас есть кошка, как вы знаете, и мы покупаем ей хорошие сбалансированные корма с витаминами. И чувствует она себя прекрасно. Окрошка на кокосовом молоке. Ну, просто очередная извращенная варианция окрошки. Хотя и сама окрошка сама по себе тоже уже немного извращенные блюда. Мы просто там нарезали все продукты, залили их какой-то жидкостью. Очень странный. Почему бы и не поэкспериментировать тогда с этим блюдом? Почему на кефире нормально, на квасе нормально, а на молоке вдруг нет? Туристки пытались вынести из турецкого отеля 35 килограммов еды. Все, что происходит, можно посмотреть на видео. Ну, просто люди решили взять максимум от отеля. Наверное, пятизвездочного. Ну, я так думаю. Они собрали много пакетиков сахара, соусы, снеки, газировку, сухофрукты, сливочное масло, туалетные принадлежности и, конечно же, полотенца. Ну, куда без полотенца? Можно было бы подумать, что это наши туристы из России, потому что на видео слышна русская речь. Но одна из героинь призналась, что они берут это все с собой в поезд. Но ведь между Россией и Турцией нет поездов. Это ведь могут быть и другие страны тоже. Азиатское безумие продолжается. Местные гурманы макают мороженое в острый рамен и заедают все это дело арбузом. Сочетание, конечно, очень странное, но вот мой дедушка бы оценил. Он, в принципе, всегда так все и ест. Например, он может в банку с хренадером, с остатком хренадера, налить молоко, потом все это вот так вот поболтать, вылить в чай, посластить и закусить потом все это дело печенькой. Ну, ему бывает и 100% бы понравилось. В четверг 3 августа мы отмечали день арбуза. Оказывается, есть такой праздник, да. Поэтому мы всех поздравляем с прошедшим праздником, кушаем арбузы, наслаждаемся ими, наслаждаемся летом, впереди еще целый месяц. А мы с вами увидимся в следующее воскресенье. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на наш телеграм-канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok